Новости на государственной телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Сегодня в эфире Уроженцы Западной Армении Мовсейс Горгисян. Вопросы армян Западной Армении. Бердзори, азербайджанцы с равняной землей, мемориал памяти, жертв Великой Отечественной войны. Президенты национального собрания обладают первичным мандатом народа Арцаха Степанакерт Алиеву. В немецком дискурсе армяне были евреями Востока. Минобороны Армении выясняют обстоятельства похищения азербайджаном армянских военнослужащих. Традиционный праздник в Артатон, Белисси. Уроженцы Западной Армении Мовсейс Горгисян. Родовой колыбелью Горгисянов был город Сгерд в Бетлийской области Западной Армении, где родился дед Мовсейса Сами Чауш. Дни геноцида против армян 1915 года стал бойцом борьбы. Один из организаторов самобороны родного населенного пункта – участник многочисленных решающих сражений впоследствии Сардарпадской битвы. Имеется сведение, что от турецких убийц освободил около ста девушек, одной из которых Веронике суждено было стать его супругой, папушкой Мовсеса. Путь миграции привел предков Мовсеса Египет. В годы геноцида и статистической Килики на Ближний Восток переселяется род матери Мовсеса Аттарян. После Второй мировой войны в 1947 году, как и сотни тысяч тоскующих по родине армян, родители Мовсеса Геворг из Каира и Алиса из Халепа на первом же караване репортировались. Однако по решению советских властей они были причислены к нежелательным для общества элементам и депортированные в Алтайский край. Там встретились родители Мовсеса, поженились, спустя время родились дети Самвел и Аракс. После смерти Сталина семья Горгисянов разрешили вернуться на родину и обосноваться в Ереване, где 3 декабря 1961 года родился младший в семье сын Мовсес. Мовсесу было три года, когда он потерял отца, который скончался от различных болезней, приобретенных в изгнании. После получения образования будущий герой поступил на режиссерское отделение факультета культуры Ереванского государственного педагогического института, после чего в 1986-1907 годах поступил на работу в Горийский драматический театр. Мовсес Горгисян – один из немногих усилий, на котором в 1989 году был создан отряд Армении независимости. Многие помнят Горгисяна, стоящего на Площади Свободы, произнося призыв «Да здравствует та Армения, которая придет завтра». Мовсес – один из первых, кому было суждено поднять на Площади Свободы триколор. Однако независимую Армению Мовсес так и не увидел. Полная статья доступна на нашем сайте. По данным ЮНЕСКО 1974 года из 913 армянских историко-архитектурных памятников, сохранившихся в Западной Армении после 1923 года, 464 полностью исчезли, 252 находятся в разрушенном состоянии, 197 нуждаются в капитальном ремонте. Армянские архитектурные сооружения последовательно взрывали, используя в качестве мишени во время учений турецкой армии камни, используя в качестве строительного материала. В некоторых сельских районах служили сараем, складом и тюрьмой. Зачастую армянские церкви были преврешены в мечети. В 1987 году в шестом пункте резолюции, принятой Европейской парламентом 18 июня, отмечено, турецкое правительство должно обратить внимание на язык, культуру, образовательную систему, проживающих в Западной Армении армян. В то же время проявить должное отношение к армянским памятникам, находящимся на территории оккупированной Западной Армении. Последовательное уничтожение или незаконное присвоение армянского культурного наследия является продолжением турецкой политики геноцида против армян. Также представлены средневековые армянские памятники, разрушенные в годы геноцида против армян и в последующие годы. Бердзори Азербайджан сравнял с землей, расположенной на холме центра города, построенный еще в советские годы мемориал славы, уквайковечивающий память павших Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Об этом сообщает Государственная служба охраны исторической среды республики Арцах. Имена героев выгравированы на трех стенах мемориала. Мемориал славы включает в себя три хачкара. Один посвящен особому полку, второй – армянам, павшим за освобождение Шуши, третий – Вазгену Сарксяну. Правительство Западной Армении еще раз обращает внимание на вопрос сохранения коренных народов и культурных ценностей. Кочевые племена, уничтожая культуру коренных народов, не могут создать на данной территории свои памятники той же давности и историко-архитектурной ценности, поскольку данная территория им не принадлежит, не имея собственной системы культурных ценностей, кроме как вандализма и геноцидальной политики, которая ярко проявляется в поведении бакинских властей. Буквально несколько дней назад президент республики Арцах призвал народ и власти Азербайджана положить конец политике ненависти и геноцида, выношения народа Арцаха, принять в закрепленном международном праве принцип равноправия народов, титул и право на Арцах у коренного армянского народа. Как сообщает Армайпресс, об этом заявила пресс-секретарь президента республики Арцах Люсине Аванесян в ответ на заявление Алиева о ликвидации государственных атрибутов в Арцахе. После трехстороннего заявления о прекращении огня Азербайджан неоднократно говорил с народом Арцаха на языке силы. Мы были и продолжаем быть свидетелями проявления агрессии в форме локальных боевых действий, блокады энергетического и иного давления. На этот раз президент Азербайджана добавил незаконные требования к избранным из властям народа Арцаха. Президент и национальное собрание обладает первичным мандатом народа Арцаха, избранные на основе демократических принципов и конституции республики Арцах. Президент Азербайджана прекрасно понимает, что основным источником субъектности Арцаха являются эти государственные институты. Предъявляя такие требования, он фактически признает легитимность и важность этих институтов. Накануне президент Азербайджан Алиев заявил Бердзори, армянам Карабаха остается один путь – выбросить мусорный бак, фальшивые государственные атрибуты, распустить парламент и подчиниться законам Азербайджана. Правительство Западной Армении в ответ на подобные заявления бакинских властей напоминает, что власти Баку являются незаконными, так как, обретя независимость от СССР, лишились каких-либо территориальных претензий к Арцаху. Напомню, что власти Баку стали независимыми без Арцаха и Нахадживана, не считая Восточной Армении и захваченных над территориями земель, которые являются частью воссозданного по госам Нубара и признанного более чем 20 государствами Армения, продолжением которого является Республика Западная Армения. Арцах, который также является провинцией, наделенной автономией Республики Западной Армении, имеет суверенные органы, избранные собственным народом в соответствии со всеми международными нормами. Вопрос о том, по каким нормам бакинские власти самопределились, на основании какого права осмеливаются говорить о своих же ложных законах. Еще раз напомню, в мусорном баке истории должны оказаться ложные атрибуты бакинских властей. Историк Стефан Ирик после первой написанной книги «Ататурки. Нацисты», которая была переведена на турецкий язык, вызвав большой интерес Турции, воплотил в жизнь еще одну важную работу. Об историческом отношении Германии к армяну предыстория фактов еженедельная газета «Окос» побеседовала с автором книги Стефаном Ириком, изданной издательством Гаврорского университета, оправдывая геноцид, который затрагивает точку зрения Германии, касающуюся армян от Бисмарка до Гитлера. Обсуждение насилия в отношении армян и армянского вопроса означало говорить о евреях. Российские элементы, позиции оправдания немцев и вражды к армяну всегда были связаны с евреями и так называемым еврейским вопросом. Зимой 1932-1933 года Верфель, считая отрывки во время лекции и своей незаконной книги, предупреждал Германию о Гитлере. Прочитав главу, где в 1915 году проармянский немецкий активист Иоганнес Лепсиус, встретился с Энвером Пашой, пытаясь заставить прекратить геноцид. Как говорил с рецензией, написанной той зимой, по словам Верфеля, Лепсиус помимо Энвера обращался к Германии. Верфель не успел закончить свое предупреждение о Гитлере. Роман был опубликован только в конце 1933 года и вскоре был запрещен. История Верфеля была в основном немецкой и еврейской. Из-за временной шкалы ее зачастую упоминают как армянскую. Полное интервью читайте на нашем сайте. Министерство обороны Армении выясняет обстоятельства похищения Азербайджаном армянских военнослужащих. Сообщается, что 26 мая в 19.00 на межпозиционной дороге была обнаружена машина тылового снабжения, эксплуатируемая двумя военнослужащими вооруженных сил Армении, с продовольствием и водой, предназначенными для боевых постов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Армении. 26 мая азербайджанские СМИ, затем пограничные службы Азербайджана распространили дезинформацию, что армянская сторона якобы предприняла попытку диверсионного проникновения. Были задержаны двое военнослужащих вооруженных сил Армении. Еще раз сообщаем, что распространенные пограничные службы Азербайджана сообщения о том, что армянская сторона якобы предприняла попытку диверсионного проникновения, являются обстановительной ложью и дезинформацией. У армянской стороны достаточно доказательств для опровержения этого, которые будут представлены международным партнерам, заявили в ведомстве. В обнаруженной машине также находится оружие, закрепленная за одним из военнослужащих, что доказывает, что даже если военнослужащие вышли из машины и не сориентировались на местности, они не могли иметь диверсионной цели. Ведется масштабная работа для выяснения обстоятельств незаконного похищения Азербайджаном армянских военнослужащих Арутюна Юриковича Овакимяна и Карина Ашотовича Казаряна. Ранее в Минобороны Армении сообщили, что 26 мая с 19.00 была потеряна связь с двумя военнослужащими вооруженных сил Республики Армении, поставляющими продукты питания на боевые позиции. Каждое последнее воскресенье мая традиционно Тбилиси отмечается как День памяти Саят-Новы под названием Вартатон. Традиционный праздник, который ежегодно отмечается в мае, в этом году более символичный, поскольку праздник совпал с Днем независимости Первой Республики Армении, сообщила Дженевск глава общественной организации Союза Армян Грузии Мария Арагелова. Вот уже почти 100 лет и более этот культурный город отмечает праздник, который посвящен Ашуку-Кавказу Саят-Нове. «Я впервые участвую в этом празднике, мне очень приятно, благодарю всех, кто сегодня здесь и тех, кто внес свой вклад в это мероприятие», сказал в своем выступлении полномочный чрезвычайный посол Республики Армении в Грузии Ашот Самбатян. Также было отрадным, что в Артатоне принимал участие ансамбль Саят-Нова под руководством народного артиста Республики Армении Томаса Погасяна. Помимо ансамбля Саят-Нова с различными танцевальными и музыкальными мирами выступили певцы ансамбля-танцоры из Армении и Грузии. С важным заявлением выступил президент Союза писателей Грузии Маквалла Гонашвили. В частности, она сказала, что следующий год юбилейно исполняется 110-летие Вардатона. В связи с этим предлагаю учредить премию имени Саят-Нова, которая будет вручена тем людям, которые внесли свой вклад в это дело. Впервые он был отмечен в 1914 году в Тбилиси по инициативе великого армянского писателя Ованеса Туманяна, художника Георга Башинджагяна и грузинского поэта и литературоведа Иосифа Гришашвили. В этот день участники праздника возлагают красные розы на могилу Саят-Новы во дворе церкви Сульб Георг и слушают его произведения. И в заключении новостей послушаем музыкальное произведение. Субтитры подогнал «Симон» Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Субтитры подогнал «Симон»